Люди, перестаньте поклоняться мощам, тем более прикасаться к ним, тем более, ой, ой, не знаю, даже произносить не могу это слово, целовать их, фу. Грех это, понимаете, Господь запрещает это делать, запрещает. Это тот, кто это делает, тот, кто позволяет, написано в Писании, сами не ведают и других ввергают в грех, ведают, понимаете, кто это делает, кто предлагает вам это, они ведают. Не знаю. Но там определенная цель, когда все вот это затевается, когда вам предлагается пойти поклониться, прикоснуться и так далее. Так вот, Назарей, что это за люди? Назарейство, Назарей. Человек, принадлежащий полностью Господу, назначенный, призванный Господом на служение Ему. Есть разное призвание, есть разное служение Богу. Ну, так же, как и в мире у нас, у нас разные должности, разные обязанности. Как-то мы знакомимся с ними, расписываемся, что мы обязаны делать, когда нас принимают на работу, свои служебные обязанности. И дети Божьи тоже служат Богу. И у нас разные обязанности. Он распределяет, он говорит, потому что каждому по силам. Каждому по его силам, по его умениям, по его способностям. То есть, как, на что способен человек, по его способностям, Господь знает, он может дать ему задание, и он будет служить, он будет выполнять, он будет делать, на то будет воля Божья. Так вот, назарейство, назареи служили Богу, это были особые люди. В Библии нам очень четкий пример дан. Это Самсон, один из судей израильских, потом был помазан в судьи, он конкретно, еще не был рожден, было сказано Богом, что родится тот, тот, кто будет избавлять израильский народ от филистимлян, от этих бесконечно жаждущих крови людей. Но три условия было, чтобы обладать силой, силой, которую дает Господь, чтобы сражаться с этим народом, с филистимским. И было дано слово Божие, что родившийся ребенок не будет всю свою жизнь, не будет стричь волосы, пить вина, не просто вина, а даже винограда есть. И все, что изготавливается из винограда, то, что способно к брожению, и не будет прикасаться к умершим. И если он что-то делает из этого, он теряет силу, он теряет Божью силу, он теряет ее, он ее теряет. И силу определенных обстоятельств жизненных. Самсон потерял эту силу, но он все-таки выполнил задание Божие, раскаившись в том, что он сделал. Сразу же всплывают эти стихи, что ты лежащий на ложе с женщиной. Молчи вообще, молчи, не открывай своих уст. Ищите женщину, во всем виновата женщина. Да оно так и есть. Оно так и есть. Женщина сама по себе уже ходячая проблема. Ох. Поэтому как можно вообще, как, люди, как вы можете прикасаться вообще, поклоняться, идти? И не надо рассказывать. Они там стеклом закрыты. Фу, какая гадость. Ну, это же мощи святых. Запрет в Библии. И не только для назареев. Для назареев там четко вообще на протяжении всей жизни, вот эти три момента. Иначе нет силы, не будет силы вообще. Всё. Бог забирает эту силу, которую Он даёт от начала. Вот появился ребёнок, и всё, он уже принадлежит Господу. Особым порядком, понимаете? Вот особым порядком. Ну, а если мы не слушаемся Бога, если мы не идём по завету Божьему, не читаем то, что нам оставлено, если человек пытается... Не, я верую. Я верую. Ну, пойду я там. Мощи привезли. Я верую. Ну, вы себе-то хоть не лгите. Кого вы веруете? Кому вы поклоняетесь? В данном случае вы идёте, поклоняетесь бесам, сатане, идя смотреть на эти мощи. Да, Господь, мне хотелось бы сказать хлеще. Но я тебя слышу. Я... Я мягко. Насколько это возможно. Хотелось бы похлеще сказать. Не упоминая. Нет, не буду упоминать. И так понятно. Подтекст слышен. Кто занимается всеми этими показательными, собирательными и всеми остальными моментами через мощи святых, которых у нас там сто голов Иоанна Крестителя, и тут палец того, и тут нога того, и тут всего. Неужели люди до такой степени? Ну, ведь мы же по образу, по подобию Божьему сотворены. Мы же твои дети. Мы же не можем быть такими тупыми. Ну, как? Господи, прости, но... Ну, вот как-то вот... Но это мягко. Это мягко. Как же мы огорчаем тебя, когда так поступают люди. К тебе бежать надо. Ты живой Бог. Ты жив. Ты жив. Ты говоришь с нами. Ты заключаешь в свои объятия нас. Ты прячешь нас к себе за пазуху. Ты утешаешь нас. Ты научаешь нас. Ты обличаешь нас. И сейчас люди идут к мертвечине. Господи, прости, Твой народ. Прости, Твой народ. Немощный, немощный народ. И помоги познать, что есть Твоя воля, благая, угодная и совершенная. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok.